Брифинг, посвященный борьбе с коррупцией, провели в администрации Заполярного района. Там рассказали о профилактике проявлений коррупции в муниципалитетах. Перед журналистами выступили заместители главы района и руководитель аппарата администрации. Взаимодействие с сельскими поселениями, обеспечение северного завоза и сложности при выделении земельных участков – таковы основные темы брифинга. Беседу начали с одного из самых ярких за последнее время эпизодов пресечения коррупции в Заполярном районе. Вспомнили о деле бывшей главы администрации в Хоседо-Харском сельсовете. Впервые в округе создан был реальный прецедент удаления в отставку главы муниципального образования за допущенные нарушения антикоррупционного законодательства. Естественно, что он не был бы возможен без активного взаимодействия администрации Заполярного района, работников нашей контрольно-счётной палаты, прокуратуры Ненецкого автономного округа и Управления внутренних дел. По мнению чиновников, именно взаимодействие всех структур – одна из самых важных составляющих антикоррупционной деятельности. Немалую роль играет и законодательство. Именно оно препятствует развитию коррупции при совершении самых финансоёмких операций. Так, например, суммы контрактов при строительстве в Заполярном районе близки к миллиарду рублей. Строительство ведётся на сегодняшний день строго в рамках 44-го федерального закона. Всё прозрачно, всё, как положено по закону, через площадки, всё в электронном виде. Ещё одна актуальная тема в Заполярном районе – выделение земельных участков жителям. По этому направлению исполнительная власть всегда готова к диалогу с населением. Если есть жалобы на работу земельного отдела, то, в принципе, Олег Евгеньевич, это телефон приёмный наш, просьба звонить, и будем разбираться в каждом конкретном случае и реагировать. Упомянули на брифинге и многофункциональные центры, недавно появившиеся у нас в регионе. В посёлке Искатели МФЦ готовится к открытию. С его помощью власти хотят уменьшить непосредственный контакт граждан с чиновниками, а, соответственно, и снизить риск появления коррупции. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. До восьми.